Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От полного безразличия к духовным вопросам до убежденного следования Божьим заповедям Ведь наша задача основывать церкви, формирующие учеников Христа Нам велено идти и научить Не собирать народ раз в неделю Не построить здание с крестом на фасаде или крыше А именно научить Все перечисленное хорошо и правильно, однако Если мы не воспитаем верных последователей Христовых, мы не исполним один из его главных наказов Таким образом, формируемая структура церкви должна быть подчинена цели ученичества Мы берем великое поручение И делим его на части Так как оно сформулировано в Евангелии от Матфея Итак, идите, научите все народы В конечном итоге, смысл фразы в древнегреческом языке сводится к тому, чтобы научить Грамматически эта фраза состоит из причастия Главный императив — научите Буквальный перевод звучит примерно так «Путешествуя, делайте учениками все народы Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа И уча их соблюдать все, что Я повелел вам» Все это входит в понятие научения, то есть делания учеников В целях осмысления давайте попробуем разбить эту фразу на несколько частей Под идите следует понимать общение с неверующими людьми И об этом мы уже говорили Формирование с ними дружеских отношений Проявление любви и участия Возможно, этих людей пока вовсе не интересует Евангелие Возможно, они совершенно безразличны ко Христу и христианству в целом Но мы призваны к ним идти Мы призваны с ними общаться В спортивных клубах, например, как я уже говорил В рамках общественных мероприятий, в ходе личных встреч В общем, в самых разных контекстах Главное — проявлять заботу о людях Показать им свое участие, как это делал Христос На первый план на данном этапе выходит Дружеское общение Помощь Формирование доверия Стремление взыскать погибшее Как написано в Писании Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее Мы идем Знакомимся Помогаем по мере сил Говоря словами апостола Павла Становимся еленами для еленов Павел — иудей из иудеев, фарисей из фарисеев Со своими устоями и убеждениями был готов Подстраиваться и жертвовать своими личными предпочтениями, чтобы стать еленом для еленов Дабы приобрести еленов Вот эту мысль я и пытаюсь до вас донести Следующий этап — это возвещение Евангелия Итак, мы знакомимся, общаемся и в какой-то момент Видим со стороны тех или иных людей определенный духовный интерес Иисус учил не бросать жемчуга перед свиньями Если кто-то открыто противится Богу, насильно переубеждать его нет смысла Другое дело, когда духовный интерес есть Тогда есть и почва для благовестия Благовестия достаточно прямого, которое становится возможным в результате участливого отношения к людям Итак, здесь на первый план выходит возвещение Божьей истины Как Павел говорит в послании к римлянам Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему Благовесть — это действительно сила ко спасению Поэтому нам должно нести ее в мир Погибшее надо не просто взыскать, но и спасти И наша задача в том, чтобы указать людям путь ко Христу К благовестию в любой из его форм призван каждый верующий Далее мы подходим к этапу крещения Как к свидетельству об обращении человека к Богу Услышать и понять Евангелие — это всего лишь полпути Важно дальше принять его и верить в свою жизнь в руки Иисуса Христа Став его учеником и последователем Речь идет о людях, которые проявили духовный интерес, восприняли Евангелие И которым мы призваны помочь сделать наиважнейший шаг веры Это тоже входит в понятие благовестия На данном этапе главное для человека — лично признать Христа своим Спасителем и Господом Простой интерес к христианству должен перерасти в личную убежденность и веру И нам следует этому всячески способствовать Здесь напрашивается определенная параллель с браком На этапе ухаживания вы встречаетесь, узнаете друг друга Но потом наступает момент, когда надо решать, быть или не быть вместе И если быть, об этом вы публично заявляете перед алтариом и в ЗАГСе Аналогично этому крещение представляет собой публичное заявление О вашей вере во Христа и намерении следовать за Ним Вместе с тем, как мы уже отмечали, обращение к Богу и крещение — это самое начало христианского пути Который требует от человека веры и послушания Обретя во Христе Спасителя, мы должны учиться видеть в Нем и своего Господина А также действенно подтверждать это Подчиняя свою волю Его воле и стремиться быть податливыми Преображающему действию в нас Святого Духа, который напоминает нам Божьи истины Все это элементы духовной жизни и новообращенных, которые в самом начале своего христианского пути нуждаются в помощи и поддержке А значит, ключевым моментом на данном этапе становится ученичество Итак, любовь, забота, благовестие и теперь ученичество Главная цель — формирование качеств последователя Христа Практическое проявление веры и покорности Богу Понимание и возвещение Божьего Слова Личное освящение, освоение духовных привычек и навыков, молитва, чтение Писания, благовестие, христианское общение и так далее И далее приобщение к Церкви Учая их соблюдать все, что я повелел вам Это возможно лишь в контексте тела Христова Которое и составляют ученики Христа Для этого требуется преданность друг другу, верность, единство Чадо Божие — это тот, кто принадлежит к духовной семье Следующий момент — это подготовка к христианскому служению Конечно же, тех, кто становится членом Церкви, проявляет посвященность и начинает служить Мы должны помочь людям выявить их духовные дары Научиться служить самим, а не только пользоваться плодами служения других христиан Мудро распоряжаться своим временем, способностями и ресурсами И далее, что должно осуществляться на постоянной основе Способствовать дальнейшему духовному росту членов общины Даже зрелых Освящение происходит всю жизнь Мы все нуждаемся в наставлении, укреплении веры Непрерывном преображении в образ Господа нашего Иисуса Христа Весь описанный процесс выглядит достаточно прямым, линейным На самом же деле, процесс воспитания учеников отнюдь не всегда проходит гладко Тем не менее, для нас, как для Церкви, эта схема оказалась и полезной, и мотивирующей Она заставила нас задуматься, насколько продуктивно мы ведем свою общину по пути духовного возрастания Что конкретно мы для этого делаем? Обратите внимание, я совершенно намеренно оставил вот этот столбец пустым Вы можете взять эту схему, эту таблицу И применительно к своей недавно сформированной общине Вновь созданной Церкви Попытаться проанализировать, что следует организовать Какие мероприятия провести, чтобы достичь указанных целей Например, мы у себя в Мюнхене Что может радикально отличаться от условий вашего служения Но мы в своей общине Поощряли разностороннее участие в общественной жизни Ради знакомства с людьми Ради того, чтобы не засиживаться в тихой христианской заводе А соприкасаться с миром Понимать, чем живут люди Находить возможности для служения и проявления любви, заботы и участия Для этого мы организовали обучение основам личного благовестия Нам это было по силам Также провели ряд евангелизационных мероприятий В одной церкви палаточную евангелизацию, но не в Мюнхене Приглашали людей на лекции Словом, использовали разные подходы и методы В эту ячейку нам предстояло вписать план работы с новообращенными Им были предложены библейские курсы по основам веры После каждого евангелизационного мероприятия Мы приглашали на них всех, кто покаялся и уверовал Кстати говоря, курсы эти носили практический характер Но мне доводилось наблюдать и другое Иногда новообращенных начинают тут же обучать богословию Дают им много теорий и вводят много абстрактных понятий А ведь что им нужно на самом деле? На самом деле им для начала важно сформировать навык чтения Библии Разобраться в том, что она собой представляет Научиться молиться Понять суть молитвы Научиться противостоять искушениям Другими словами, освоить самые базовые, практические навыки христианской жизни Подобно тому, как маленький ребенок должен сначала научиться ходить А новообращенному порой предлагают вникнуть в сложные богословские понятия Которые пока ему еще не по зубам Подчеркиваю пока, потому что позже все это придется освоить Но не на первых порах Не тогда, когда необходимы практические знания, навыки и привычки Далее Здесь у нас система малых ячеечных групп Позволяющих новообращенному войти в Божью семью, стать ее частью Не только в контексте общих богослужений, но и в контексте небольших групп, где подружиться крепче и узнать друг друга лучше Можно, например, организовать занятия для новообращенных Помочь им выявить свои духовные дары И в этом деле малые группы, как форма, также играют немаловажную роль Служение малых групп призвано способствовать духовному росту и развитию членов общины Итак, вот вам один из подходов в качестве отправной точки Можете, конечно, выработать и что-то свое Решать вам Главное, чтобы в церкви была четкая структура служений Как благовестия, так и ученичества Помните, сама собой она не возникнет А проведения одних только богослужений явно недостаточно В том случае, если вы действительно намерены исполнять великое поручение Если хотите формировать и воспитывать учеников Иисуса Христа ТВ-семинари – благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование И формирование сотен служителей по всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminari.com А теперь несколько вопросов для практического применения Или обсуждения данных тем в церковных или учебных группах Итак, какие методы благовестия доказали свою эффективность в вашей церкви? Мы упоминали довольно много форм благовестия Личное, посредством мероприятий, показов фильмов и так далее Какое из ваших евангелизационных служений Бог благословляет особенно? Опишите свой подход к ученичеству для новообращенных Надеюсь, у вас в церкви появляются новые люди Те, кто недавно пришел ко Христу Какие целенаправленные шаги вы предпринимаете Чтобы помочь этим людям сориентироваться в том Кто такие христиане и как они должны жить? Как вы способствуете приобщению новообращенных к церкви? Иногда, покаявшись и уверовав, человек не стремится Влиться в жизнь и служение поместной общины Кто-то обвиняет ее членом в лицемерии Кто-то считает церковь человеческим изобретением Кто-то боится осуждения, а то и откровенного противостояния Со стороны родных и близких Кто-то опасается общественного резонанса И последующих неприятностей на работе Например, в форме сокращения зарплаты Так вот, наша задача состоит в том, чтобы новообращенный не остался стоять особняком Она крайне важна, но порой труднодостижима Иисусу да, говорит человек, а вот церкви нет Поэтому помощь в осознании необходимости при общении к церкви Должна быть хорошо продуманной и целенаправленной Вот такие вопросы я предлагаю вам обсудить Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии Субтитры создавал DimaTorzok